всем привет дорогие друзья я хочу сразу извиниться за это видео вот так вот без предисловий мог ли я подумать значит записывая первое видео про конфликт пригожина со стрелковым что придется выпускать второе но к сожалению есть несколько вещей за которых я чувствую себя обязанным записать второе видео куль скоро эту тему я начал значит даже не появившаяся аудиозапись пригожина меня надоумил это сделать дело в том что конфликт закончится совершенно неожиданно для меня полным поражением пригожина причем не на уровне конфликта стрелков пригожин а на уровне существования пригожина как того мифа который он выстраивал вообще пригожин пытался играть в игру кадырова игра кадырова в чем заключается ты всех запугиваешь и чем больше ты запугиваешь тем больше люди тебя боятся и соответственно ты делаешь такой образ демиурга демона фактически люцифера который вот может щелчком пальцев устранить любого врага ну или как минимум заткнуть недовольного и пригожин долго над этим образом работал убивал своих же вагнеровцев присылал кувалда в европарламент в общем чем только не занимался но с этим образом есть один нюанс он примерно такой же как у россии красных линий которые начертит дело в том что если ты начинаешь против кого-то публичный конфликт или войну грозясь наказать за слова или всем своим видом показывая что ты это сделаешь то если ты не доводишь дело до конца то ты перестаешь быть таким уж страшно ровно это произошло с кадыровом дело в том что долгое время в россии фамилия кадыров была угрожающей и вы знаете я вспоминаю фильм youtube канала редакция алексея пивоварова про убийство немцова где у многих спикеров в конце спрашивали а вы знаете кто это сделал они такие да скажите а не буду говорить и так всем все понятно почему я обратил на него внимание потому что как-то на стриме у меня спросили собственно кто стоит за убийством немцов игры кадыров а потом я уже посмотрел фильм редакции такой а почему все как бы избегают этого говорить ответ очень прост дело в том что действительно кадыров создал такой образ что любого своего критику он значит приходит и убивает ну или как минимум его охранники заставляют его извиняться на камеру в чем проблема с этим образом и когда он перестал работать когда началось вторжение в украину в этот момент весь флер кадырова просто испарился потому что оказалось что как-то ну скажем так угрожать и реализовывать свои угрозы он может только в отношении тех кто слабее него ну у кого нет там не знаю личной армии охранников гигантского количества денег и поддержки российских властей когда дело дошло до поля боя оказалось что все потешные тик ток войска кадырова его там адам делим ханов палач кадыров и прочее яйца выделенного не стоит поэтому мы так давно о них не слышим потому что в условиях реального боя во первых оказалось что кадыровцы в него вообще не рвутся ну то есть их никто не заметил на полях сражений а собственно если вдруг они попадают например в какую-нибудь засаду то от них ничего не остается потому что их боевые качества годятся только для того чтобы запугивать людей безоружных вот похожая трансформация произошла с евгением пригожиным который всячески хорохорился значит угрожал там я не знаю бегловую всем прочим а в конфликте с гиркиным фактически с отставным военным преступником который сидит на пенсии что-то бухтит в монитор полностью в этом конфликте обтекает ну как он конечно сказал много плохих слов в адрес стрелковой об этом мы еще поговорим потому что это показательная история но оказалось что пригожин в общем не так уж и страшен игорь гиркин спокойно продолжает существовать в москве ходить по улицам значит продолжает высказываться о пригожине так как высказывался и ничего не происходит нет власти больше упригожина над умами людей потому что здесь как в сказке тараканище пока звери боятся значит ореол действует но стоит этому ореолу чуть-чуть спасть и все оказалось что просто да обычный прислугой уголовник как сказал сам стрелков и это поразительный исход этого конфликта потому что на моменте когда заканчивал первое видео мне вообще так не казалось мне казалось что как раз репутация авторитет гиркина очень сильно подкосились на этом конфликте но гиркин его обыграл и обыграл весьма интересно в любом случае конечно и жабе и гадюке в этой ситуации я желаю скорейшего собственно уютного проживания в камере потому что гиркин стрелков уже осужденный военный преступник а пригожин человек который обязательно будет осужден тем не менее наблюдать за тем как эти пауки в банке дерутся и какие настоящие взаимоотношения в российских военных или около военных кругах это очень занимательно и сегодня почему я извиняюсь за это видео потому что вам придется много послушать и пригожина и стрелкова и даже какого-то еще одного черта по любого командира значит которого подключил пригожин для того чтобы как-то сохранить лицо в противостоянии с гиркиным значит предыдущие видео чтобы вы увидели зарождение конфликта вот здесь я отставлю по подсказке но важно чего помнить значит какой-то момент стрелков высказался про пригожина пригожин ответил типа пусть приезжает сам повоюет стрелков сказал что значит ну я в целом готов рассмотреть только делать официальное предложение пригожин сказал что окей вот с ним свяжется на этом мы с вами остановились в прошлый раз и там немножечко выглядел значит как сказал пригожин присавшим товарищ стрелков все изменилось изменилось все после голосовухи которую записал пригожин вообще честно говоря по этой голосовухи все про пригожина понятно никакой это там не знаю не военный стратег не какой-то там я не знаю глава чвк просто обычный такой ну вот бундуган среднего пошива я вообще если бы не голос пригожина который я знаю ну потому что публично известен его голос я подумал что это какой-то дотер значит свой с морфером записал но в общем вот Вот так выглядит его аудиосообщение в процессе переговоров его подчиненного с Гиркиным. И давайте его послушаем, это будет тяжело, но давайте послушаем, это необходимо для понимания ситуации. Телефон Трошева ему передали. Насколько мне известно, он сделал один звонок, пока ни о чем не договорились. Уверен, что Стрелков поведет себя, как законченный. Как будет обстоять дело дальше? Трошев пригласит его в Луганск. Там он попадет на стандартную процедуру совет командиров. Только по совету командиров возможно встать на любое командное звено, даже в составе отделения. На совете командиров, озлобленных на него пару десятков человек, скажут ему, ты зачем сюда приехал? Потом зададут вопросы, зачем ты с... дал Славинск. Расскажи, как ты брал деньги у Ахметова для того, чтобы сбежать из него. Расскажи, как ты бросил пацанов, гаденыш. И все остальные вопросы. Вероятнее всего, на этом жизнь Стрелкова не закончится. Но вопросы будут заданы. Без них никак. Ведь он идет в коллектив, где каждый должен прикрыть спину товарищу. Этот человек не славится своей отвагой, своим мужеством и своей надежностью. Поэтому вопросы будут. Если все-таки командиры согласятся его оставить, а это случится только в том случае, если я скажу ключевое слово, его отправят в тренировочный лагерь. Где, если он начнет буксовать, ему эти вопросы будут задаваться еще и еще раз, возможно, с пристрастием. Если все пройдет благополучно, то через месяц-другой его бросят в самое пекло. Там, где он должен будет доказать свою надежность. Останется жив, я пожму ему руку. Попробует сбежать, пос... его лицо. Погибнет героем, похороним с почестями. Собственно говоря, вот такая перспектива работы в ЧВК «Вагнер» у Стрелкова. Есть и второй вариант. Прийти, как обычный штурмовик, пройти отбор, как обычный штурмовик, обучение, как обычный штурмовик и воевать, как обычный штурмовик. День за днем, подвиг за подвигом, отстаивая свое место, командира отделения штурмовой группы или другие квалификации и возможностям и авторитету места. А авторитет, могу честно сказать, среди бойцов ЧВК «Вагнер», да и почти среди всех бойцов, которые сейчас на Донбассе, не ниже Плинтуса, а ниже городской канализации. Так что добра пожаловать, господин Стрелков, в наш дружный коллектив. Итак, почему эта запись так важна и все меняет? Дело в том, что эта запись дала Стрелкову абсолютно легитимную в любых глазах возможность всячески прекратить это взаимодействие. Расчет Пригожина был на то, что Стрелков в целом не согласится на всю эту авантюру. Но, видимо, Стрелков сказал, хорошо, я подумаю, ну, в смысле, что значит, видимо? Он так и сказал, он так и написал в своем телеграм-канале. И в переговорах с человеком Пригожина он это повторил. И тут Пригожин, судя по всему, засуетился. Ему надо было что-то вкинуть, чтобы тот точно отказался. Или он просто хотел продемонстрировать в очередной раз, какой он крутой, может, значит, оскорблениями раскидываться. Но, тем не менее, после такого аудиосообщения, конечно, для всех, в том числе провоенных зрителей, для всей аудитории и Стрелкова, и Пригожина, совершенно очевидно, почему Стрелков отказался. И теперь его отказ уже не выглядит, как вот что-то зашкварное. Потому что даже по блатным понятиям, которым постоянно апеллирует Пригожин, ну, после такого соглашаться как-то взаимодействовать с человеком, что называется, зашквар. Собственно, что Стрелков написал сначала публично, а потом и повторил на одном из своих выступлений. Я хочу сказать, что если вы сегодня все прослушали последнее выступление Пригожина в мой адрес, я еще раз хочу повторить, что вчера я разговаривал с Трошевым Андреем Николаевичем. Подчеркиваю, я с ним разговаривал вполне нормально, несмотря на его тоже некоторые месячные, или двухнедельные давности выпады в мой адрес. И мы с ним разговаривали нормально вчера. Во сколько? В районе 20, наверное, часов, или там сколько? Или 10 часов. Дмитрий Кириллович, во сколько мы? В районе 8 часов, да, я выходил, я разговаривал наедине. Естественно, я, когда разговариваю с человеком, я не пишу разговоры категорически. Разговор был абсолютно спокойный, нормальный. Мы договорились, что начиная от понедельника в течение двух суток я подъеду в Луганск, и будут проведены переговоры о формате моего возможного участия в ЧВК-ВАГНО. Сегодняшнее выступление господина Пригожина полностью исключает для меня возможности службы в ЧВК-ВАГНО. Всё. Что ещё сказать? Единственное, что сделал господин Пригожин, на мой взгляд, то он полностью с горкой подтвердил ту характеристику, которую я ему дал до этого. И добавлять мне нечего. Просто нечего добавить. Это при том, что я не хочу сказать, что я рвался там, допустим, с ЧВК-ВАГНО, но если предложение было сделано, ну вот я честно думал о том, что может быть... А может быть? Почему нет, в конце концов? Я же не претендовал там на командование бригадой или отрядом даже. Но если меня собралась судить какая-то ГОП-компания, они меня собрались допрашивать по 2014 году, ещё с тонкими обвинениями. Извините, если ко мне есть обвинение, что я взял деньги у Ахметова или ещё там что-то, ну пусть этим займётся Федеральная служба безопасности. В конце концов есть суд, есть прокуратура, есть в конце концов военная контрразведка, всё что угодно. Но непонятным людям с непонятным статусом задавать даже такие вопросы, на значительную часть из которых я даже не смогу ответить, не нарушая, скажем так, своих собственных представлений о секретности, и о государственной тайне. Ну, это бы я полагаю, что всё было сделано для того, то есть, условно говоря, предложив мне сгоряча, в расчёте на то, что я не соглашусь вступить в ЧВК Вагнер, господин Пригожин, узнав о том, что я всерьёз рассматриваю такую возможность, просто решил сделать невозможным мою службу в ЧВК Вагнеру. Ему это удалось. И вот ситуация поменялась на 180 градусов. Теперь Пригожин выглядит истеричным абсолютно человеком, который фактически делает всё для того, чтобы дезавуировать собственное же приглашение, а Стрелков оказывается таким бравурным гусаром, который говорит, так я и готов был. Ну, вот сами видите, что мне с таким человеком обсуждать? Каким образом я могу с ним взаимодействовать? И в итоге, пытаясь уничтожить репутацию Стрелкова, который позволил себе критиковать Пригожина, Пригожин уничтожил свою репутацию, причём без каких-либо последствий для Стрелкова. Он буквально подарил ему возможность выйти сухим из воды. Ну, помимо того, что Стрелков военный преступник, и вообще, значит, жизнь его не будет сладка. Тем не менее, в этом противостоянии, в этом конфликте совершенно внезапно, в добавленное время, на последних трёх секундах, значит, теперь Пригожин стоит, значит, как он сам выражается, в определённых продуктах жизнедеятельности человека. И вот здесь появляется ещё одна деталь, на которую раньше мало кто обращал внимания. И я на неё обратил внимание, когда я полез в телеграм-канал Пригожина. Потому что, знаете, как странно получается? Вообще, знаете, политическую массу человека, да, или политической фигуры, ну, вот какой-то вес его, как правило, оценивается по врагам, которых он себе выбирает. Я обратил внимание на то, что Пригожин резко переключился. Переключился с государственных мужей, чинов, с официальных лиц, с политических фигур, даже низкого пошиба типа Медведева, на блогера Стрелкова, на человека, который, собственно, представляет на данный момент из себя абсолютно ничто. Да, у него есть аудитория, и да, кстати, к нему прислушиваются, потому что он позволяет себе критиковать действия российского руководства в этой войне. И несмотря на то, что у него абсолютно провоенная позиция, людоедская абсолютно и фашистская, несмотря на это, он стал агрегировать вокруг себя аудиторию, которая тоже людоедская, фашистская и провоенная, но такая ястребиная, которая за еще большую войну, и которая противопоставляет себя неким образом нынешней российской власти. И вот, значит, Пригожин что-то переключился на Стрелкова, а против остальных выпады прекратились. И это выглядит довольно странно. Я вот что нашел в его телеграм-канале. Это ответ на запросы по Беглову. Помните Беглов, губернатор Петербурга? Это человек, с которым Пригожин воюет довольно-таки давно. И, собственно, не раз всячески говорил, что Беглов вообще преступник, и что его должны снять с должности и прочее. Но вот странная история. Пригожина спрашивает про Беглова, и вместо традиционного своего ответа с каким-нибудь трехэтажным матом или оскорблениями или угрозами снять или сместить Беглова, Пригожин говорит, что уже все сказал, ничего добавлять не буду. Как я это вижу? На мой взгляд, на данном этапе своего существования Евгений Пригожин находится на краю. Находится на краю своей политической карьеры. После того, что происходило с Бахмутом и с попытками его взять у Пригожина много месяцев подряд, неудачными попытками, все пришло к тому, что эффективность Пригожина как руководителя группы Вагнера в глазах Владимира Путина, единственного реального оценщика того, что происходит, не в смысле оценки, приближенной к реальности, а в смысле единственного человека, который принимает решения на основании своих оценок. Ситуация с Пригожиным очень зашаталась. Это мы видели и по его конфликту с Министерством Вороны, когда он там говорил, что это я взял Солидар, это я практически лично. И вот в тот момент, судя по всему, на этот конфликт обратили внимание, что называется, сверху. И вмешались. Вмешались, и там этот конфликт, как вы помните, после трех дней сошел на нет. Но, судя по всему, Пригожина взяли на карандаш. И он под очень большим наблюдением и вниманием. Его действия и слова теперь рассматриваются именно в контексте того, что будет ждать его в дальнейшем. Возможно, гипотетически предполагаю я, у него собираются отобрать группу Вагнера, слив ее с Министерством Вороны, а самого Пригожно лишить всех тех преференций, которые ему с таким для него трудом доставались. Поэтому он стал как будто бы аккуратнее. Ну, и поскольку он теперь не может критиковать официальных лиц и вступать в новые конфликты, которые будут еще больше раздражать его единственного судью, Владимира Путина, он теперь отыгрывается, что называется, на блогерах. Но здесь он попадает в самим собой построенную ловушку, где оказывается, что если он не может совладать с таким врагом, как отставной, блин, пенсионер и военный преступник, то его ореол ужаса там и еще чего-нибудь очень сильно источается, исходит практически. Нет, опять же, Гиркин не где-то в Европе, не под чьей-то защитой, он по Москве гуляет, интервью раздает, и ничего с ним не происходит, вообще ничего. И тем самым Пригожин уже выглядит не как какой-то злодей из Бондианы, а как просто человек, который любит, что называется, базарить в интернете на их же понятиях. Но дальше Пригожин попробовал как-то вот, значит, фокус с этого убрать и переместить обратно на Гиркина. И начался какой-то поток, значит, бывших сослуживцев Гиркина, которые начали рассказывать, что он украл какие-то деньги, куда-то вывез, подключили какого-то безлера-беса, еще там вот этих вот каких-то самоназванных, как это называется, военных ополченцев. Короче, вот этих вот все, вот эту вот всю херню подключили, которые начали рассказывать, что Гиркинс своровал золото партии. Ну вот, например, один фрагмент. Ну, а что касается там разговоров гуманитарки и так далее, за что не знаю, говорить не буду. Знаю точно два эпизода. Первый эпизод, это 20 тысяч долларов, которые он передал в Москву и через помощника Пономарева, который был на обратном пути арестован в Донецком аэропорту. Ну и второй случай, когда мы арестовали в Горловке инкассаторов, которые собрали деньги с Плавянской и Таматурской, там порядка 260 тысяч, я эти деньги лично привез, передал Силкову в инкассаторских мешках, передал вместе с Бродевичком инкассаторским оружием и себе забрали. Потом узнавал через своих ребят, которые, по крайней мере, пришла ко мне в Горловку. Никто зарплат денег не получил. Там гораздо больше, но базово понятная история. Я не то, чтобы им не верю, ну, то есть, я вполне допускаю, что Гиркин просто взял все деньги и свалил, потому что все эти ополченцы, ну, это просто жадные до власти и до денег люди, которые не настоящие ополченцы, которые просто выбивали деньги из различных структур, ну, там, Гиркину, Малафееву в свое время, значит, потом подключилась российская армия ко всей этой свистопляске, ко всему этому военному большому преступлению, связанному с агрессивной войной, которую Россия фактически развязала в 14-м году. Все они там все воровали, все они все там делили. Мы видели после захвата, собственно, Донецка, как вот эти вот все самоназванные полевые командиры, они там делили все, что-то взрывали друг друга, делили бабки и прочее, прочее. Поэтому претензии-то, наверное, совершенно справедливые. Но, что интересно, это никому уже не интересно сейчас. Ну, то есть, кто там что, когда своровал. Да, Гиркин, конечно, отвечает тоже совершенно как-то странно, какой-то опус расписал на пять страниц в Телеграме, какое-то художественное произведение фактически про то, что он как бы не крал эти деньги, все это в формате какого-то рассказа, что типа, да, я своровал деньги, но так активно их прячу, что никто не может найти. Вообще похоже на сюжет песни одной заточки. Но, короче говоря, это уже все напускное, за этим уже никому не было интересно наблюдать. Ну, то есть, да, Пригожин пытался чем-то опорочить, что называется, честь Гиркина, но и нигде ничем опорочить, потому что у всех у них нет никакой чести, никакого представления о морали, о справедливости, точнее, да, поэтому что там украл, что тут украл, да, ну, они все что-то где-то крадут. И поэтому это, конечно, эффекта никакого не возымело. По итогу, в результате этого, казалось бы, конфликта, который должен нас радовать исключительно с эстетической точки зрения, да, борьбы жабы с гадюкой, прослеживается, на мой взгляд, может, я додумываю, напишите об этом в комментариях, почитаю ваше мнение, но прослеживается по факту закат карьеры Евгения Пригожина, как вот такого, какого-то действительно активного политического игрока. Кажется, что его сила исчерпана, кажется, что довольно скоро мы можем начать слышать о нем так же часто, как о генерале Суровикине. Кто последний раз, когда о нем слышал? Вот именно. Значит, и, по крайней мере, пока мы видим, что Стрелков просто вчистую уничтожил Пригожина, точнее, продемонстрировал то, что Пригожин и его карьера, ну, как-то они идут к закату. Посмотрим. Может быть, он на карандаше, но он всячески попытается исправиться в глазах Путина и вернуть себе какой-то авторитет. И уже сможет снова наезжать на Беглова, на Медведева и на Больших Мальчиков. Ну, а пока он пытается оттаптываться на военно-преступном пенсионере. Не знаю, правильно ли это на определении, существует ли такое. Ну, давайте его введем, коль не существует. Еще раз извиняюсь за это видео. Второе видео по их конфликту это, конечно, очень много. Особенно, что я заставил вас слушать, значит, из самого Пригожина и Гиркина. Но, мне кажется, сюжетец интересный. По крайней мере, мне он был интересен, а если мне что-то интересно, то я с вами этим всегда делюсь. Недаром же у меня все-таки мой канал. С вами был Майкл Наки. Пишите в комментариях ваше мнение. В этот раз с удовольствием почитаю, потому что, действительно, мне кажется, что я что-то могу додумать, а чего-то, наоборот, не замечать. В общем, с удовольствием с ними ознакомлюсь. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok